Здравствуйте! Это программа «Тема дня» и наша рубрика «Городская среда». С вами я, Александра Ганапати. И, как всегда, я сегодня предлагаю вам поговорить на очень актуальную и интересную тему, а именно видеонаблюдение и закон, или иными словами, вмешательство в частную жизнь. Вы вообще когда-нибудь задумывались, правомерна ли, например, установка средств видеофиксации, скажем так, вашими соседями? Вообще, конечно, не секрет. 21 век — это век технологий, и, скажем так, видеонаблюдение в общественных местах для всех настало абсолютной нормой. Надо отметить то, что видеонаблюдение помогает нам оперативно и быстро раскрывать преступления, фиксировать дорожно-транспортные происшествия, искать людей, животных, да много чего, к чему мы уже с вами давно все привыкли. Однако в рамках этой передачи мы хотим сегодня поговорить с вами на такую тему, если вдруг вы стали жертвой вмешательства и слежения за вашей частной жизнью. Ведь мы все должны с вами помнить о том, что ваши права заканчиваются ровно там, где наступают права другого человека. И прежде чем мы начнем с вами этот очень интересный разговор, дискуссию, я хочу вам представить наших гостей в студии. У нас сегодня в гостях Валентина Николаевна Титова, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прав и свобод граждан прокуратуры Тверской области, советник юстиции. А также у нас Александр Фомиченко, директор, генеральный директор компании, который занимается установкой видеонаблюдения системы безопасности. И, конечно же, у нас уже постоянный эксперт, гость, адвокат Оксана Дмитриева. Гости, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем мы с вами начнем, я бы хотела, знаете, вот для начала сказать вам о том, что я также имею свой определенный личный опыт, который у нас по заявленной сегодняшней теме. И в свое время, когда я достаточно глубоко погрузилась в изучение этой темы, мои знакомые, друзья очень много мне присылали различных ссылок из интернета. Я читала огромный опыт людей, которые сталкиваются с той или иной жизненной ситуацией. В интернете постоянно идет дискуссия на эту тему, кто прав, кто виноват, где мои права, где мои обязанности. И также должна сказать вам, что на сегодняшний момент сложилась очень большая, огромная, уже достаточно судебная практика на эту тему. И вот, чтобы, наверное, правильно нам задать вектор нашего сегодня с вами разговора, вопрос сделаю открытый для всех вас, для гостей. Давайте представим образно две ситуации. В первой, например, ситуации, когда человек оказался действительно жертвой слежения за его частной жизнью. И второй вариант давайте рассмотрим тогда, когда человек, предположим, принимает решение, вот он задумался о том, что в своем частном доме он хочет установить систему видеонаблюдения, какую-то систему безопасности, для того, чтобы просто контролировать, охранять свое имущество. И та, и другая ситуация имеет место быть, как показывает жизненный опыт. Поэтому я вот предлагаю вам в этой плоскости начать наш разговор, вот как раз об этой второй части, стороне медали, когда человек сталкивается с ситуацией, когда нарушаются его права. Александр, давайте, наверное, в первую очередь начнем с вас, потому что я знаю, что у вас очень богатый профессиональный опыт, да, и как мы всегда в народе говорим, вы человек, который работаете на земле. И мне вот очень интересно, давайте вы зададите нам вектор вообще нашей дискуссии, чтобы мы смогли вообще развить эту тему. Ну, законодательно в нашей стране система видеонаблюдения ставится, запрещений на это нет. Ну, для частных домовладений, для общественных мест, с той же точки, можно сказать, что и вмешательство, когда происходит частную уже жизнь, и выкладывание в интернет каких-то материалов, архивов, то да, вот тут уже законодательство встает на сторону человека, которого снимали, да. К нам обращаются люди для установки систем видеонаблюдения, после чего наши специалисты выезжают на место для осмотра, то есть мы подходим к каждому объекту. Я так понимаю, что индивидуально вы подходите. Потому что я хочу просто, знаете, здесь вот сказать момент, потому что, когда мы в свое время обращались к вам за вашими услугами, да, я очень помню, что вы вот в офисе четко такую фразу принесли, когда мы там вслух размышляли, сколько нам надо вообще на фасад повесить этих видеокамер, да. Я помню, что вы тогда сказали, очень интересно, что нет, это не вы решаете. Мы приезжаем на участок, да, обсматриваем его, делаем определенные замеры, и потом вам даем свои рекомендации, сколько, чего, какие камеры вам необходимы. Да, 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 тут вы правы, совершенно верно. Выезжает наш специалист, соответственно, да, он смотрит территорию, сначала выслушивает ваши пожелания, что вы хотите, а потом уже делаем свое предложение, объясняем, что вот так вот будет перекрыт сектор для вашей безопасности, то есть, как бы, это вы делаете для себя, и, соответственно, вы за свою безопасность больше реете, как бы, да. И, соответственно, тоже предупреждаем, да, что вот так можно поставить камеру, так нельзя камеру поставить. Ну, то есть, вы объясняете, да, то есть, ваш заказчику, да, чтобы вот это. Да, 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 это, естественно, все идет как объяснение. Также тоже предупреждаем, что информация уже остается вся, которая будет писаться у вас, то есть, мы не несем за это уже ответственность, потому что мы монтажная организация, мы смонтировали, люди довольные. Хорошо, а скажите, пожалуйста, вот были какие-то на вашем опыте примеры вообще, да, то есть, из жизни такой, с профессиональной точки зрения, когда некоторые запросы, скажем так, удивляют вообще вас, ваших заказчиков? Да, конечно, да. Очень много обращений, люди приходят, говорят, что вот я вот нахожусь вот в дальней комнате и вот слышу, как у меня по коридору кто-то ходит, и у меня пропадают там денежные средства, какие-то украшения. Мне надо поставить срочно камеру, и камеру такую, чтобы она была скрытая, законодательно скрытая камера в нашем государстве запрещено, скрытое видеонаблюдение запрещено для частных юридических лиц, разрешено только для спецслужб, то есть, это ФСБ, оперативные службы, законодательно, да, это разрешено. То есть, мы должны, давайте тогда, вот вы сейчас тему затронули, давайте вот проясним, если физическое лицо обращается в компанию, да, то есть, для того, чтобы установить в виде наблюдения, неважно, там, частный это дом, там, квартира или еще что-то, законодательство четко, да, у нас регламентирует, что эти камеры должны быть наружные, должно быть хорошо видно, я так понимаю, правильно? Да, точно. И точно они не должны быть скрытого характера. Нет, скрытого характера. А вот эти вот истории, когда в Флюшевом Мишке, чтобы следить за нянечкой, у нас спрятана камера, видео, это тоже считается скрытым? Да, тоже считается скрытым и тоже как бы запрещено. Тут вот про нянечку, это тоже уже как бы отдельный разговор, посмотреть, как там обращаются с вашим ребенком, да, то есть, за вашим домом, тут либо вы берете письменное, опять же, согласие человека, который у вас находится на работе, что он в курсе, что его снимает, то есть, как бы... Вот это вот железно, да, вот давайте вот мы, наверное, сейчас чуть-чуть предрисуем эту тему про нянечку Валентины Николаевны. Скажите, пожалуйста, с точки зрения закона, вот если мы говорим, должно быть четко определение, скрытое, да, в виде наблюдения, то есть, я так понимаю, что этим могут пользоваться только спецслужбы. Да, в рамках оперативно-розыскной деятельности. А если мы говорим именно о частном? Это должно быть открыто для того, чтобы субъект персональных данных, коим является у нас лицо, которое снимает, оно знало о том, что его снимают, так как у нас защищаются персональные данные, и их распространение, хранение, сбор просто так по желанию какого-либо лица недопустимо. В данном случае, соответственно, при осуществлении данной деятельности необходимо обратиться к закону о персональных данных и определить, какие у нас условия, цели обработки персональных данных, условия для ее совершения, какие мы должны обязанности выполнить для того, чтобы эта деятельность являлась законом. То есть, по большому счету, если такой человек, будучи нянечкой, ухаживает за ребенком, она обнаружила такой факт, она спокойно может обратиться к жалобой. То есть мы здесь четко хотим прояснить вот этот момент нашим слушателям и зрителям, что, пожалуйста, такой вариант не практикуйте. Скрытые камеры запрещены. Правильно я понимаю? Совершенно верно. Да. То есть мы сейчас с вами говорим просто о камерах, где мы предупреждаем, да, то есть будь это там фасад дома, правильно я понимаю? Ну, фасад частного дома, да. Да, частного дома. Вы можете, да, поставить камеру, это уже специалист подскажет, где лучше это все установить, в каком месте, чтобы перекрывалась зона и уже там, да. Хорошо. Давайте мы сейчас чуть-чуть, скажем так, нашу дискуссию прекратим временно. Мы сейчас перервемся с вами на рекламную паузу, а потом вернемся в нашу студию и продолжим наш разговор. Мы снова в нашей студии. Возвращаемся к нашей беседе. Я хочу еще раз вас представить наших гостей. У нас сегодня в гостях Титова Валентина Николаевна, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прав и свобод граждан прокуратуры Тверской области, советники юстиции. Александр Фомиченко, директор компании по установке видеонаблюдения и наш адвокат Оксана Дмитриева. И, конечно же, я с вами, Александра Гонопатия. Давайте продолжим нашу с вами дискуссию. Валентина Николаевна, мы прервались на вашем, да, то есть на нашей с вами беседе. Скажите, пожалуйста, вот вы как человек, представитель прокуратуры, как мы еще можем вас назвать, как стражник, наверное, закона, да, то есть за соблюдением прав законодательства в нашей стране. У меня к вам такой, соответственно, вопрос. Что человек, гражданин вообще должен знать, да, то есть руководствуясь именно в поле юридическом, да, то есть законодательном? Как вообще видеонаблюдение у нас регулируется в законодательстве? На что вообще человек, на какие законы он должен обращать внимание, если он столкнулся с какой-либо жизненной ситуацией, связанной с видеонаблюдением? Ну, соответственно, как уже было сказано о том, что единого закона, который регулирует эту деятельность, у нас нет. Поэтому мы обращаемся к различным законам. В первую очередь это Конституция Российской Федерации, которая у нас закрепляет право на защиту частной жизни, личную, семейную тайну. Соответственно, следующим по таким основным положением в этой сфере будет являться федеральный закон о персональных данных. Так как видеосъемка снимает физиологические какие-то характеристики человека, способна определить и установить в дальнейшем личность этого человека. Соответственно, она относится к персональным данным. И данным законом федеральным регулируется положение, каким образом должно это все производиться, в каких целях, с какими условиями. Для того, чтобы и права субъекта персональных данных, то есть лица, которые снимают, были защищены. И для того, чтобы то лицо, которое организовывало обработку персональных данных, устанавливало видеосъемку, свои цели какие-то достигло. Соответственно, так указано федеральным законом, у нас предусмотрено, что обработка персональных данных у нас может осуществляться согласие субъекта персональных данных. В некоторых случаях без его согласия, которое в письменном форме подтверждено, это в частности в рамках рассмотрения уголовных, гражданских, административных, дел об административных правонарушениях в суде, для исполнения наказания, например, и в других. Соответственно, если мы, например, работники, которые работают в организации, где также работодатель у нас в офисе, например, либо на производстве, без разницы, если у нас установлены камеры, все, соответственно, они тоже не должны быть скрытыми, соответственно, все работники должны знать о том, что ведется видеосъемка. И, соответственно, если камеры были установлены в процессе трудовой деятельности работника, работодатель обязан уведомить работника о том, что в скором времени такие камеры и видеонаблюдение будут производиться за два месяца до начала видеосъемки. Так как видеосъемка является условием труда работника, соответственно, он должен, ну, как бы согласиться с этим условием. А письменно он должен согласиться? Да. То есть у работодателя должна быть бумага, подписана работником, что он согласен, что за ним ведется в рабочее время видеонаблюдение? Ну, в данном случае работодателю будет сложно подтвердить данное согласие в случае отсутствия такого письменного документа. Соответственно, если вновь прибывший работник устраивается в эту организацию, камеры уже установлены, соответственно, желательно это условие прописать в трудовом договоре. Но, соответственно, с теми работниками, которые уже длительное время работают, можно как письменное согласие подписать, либо доп. соглашением определить это условие трудовой деятельности. А как часто вообще, вот, Оксана, вам известны такие факты, как адвокату? Как часто вообще нарушаются такие права? Именно в сфере трудовых отношений? Ну, мне неизвестно об этом, я знаю, что они существуют, но ко мне с таким вопросом не обращались. У меня больше практики, касающиеся установки видеонаблюдения на жилых домах, тогда, когда один сосед осуществляет наблюдение за другим, вот этой практики больше. Я думаю, что в сфере трудовых отношений такие нарушения тоже существуют. Ну, потому что просто я в интернете с этим сталкивалась, и люди не всегда понимают, как им себя вести. И в большинстве случаев никто не говорит, что у них берут какие-то письменные согласия на то, что видеонаблюдение ведется. То есть их просто информируют об этом, да, они эти камеры видят. Ну, вот я представляю, мне иногда приходится составлять трудовые договоры и проекты, да, мы же можем туда внести те условия, которые нам необходимы. Я максимально защищаю представление интереса работодателя, рекомендую им включать в трудовой договор все, что угодно. Касающий, естественно, в рамках закона, да, и что касается видеонаблюдения, то мое четкое убеждение, что это должно быть прописано где-то в документе. Локальный акт работодателя позволяет это сделать. Совершенно соглашусь здесь с представителем прокуратуры. Однозначно, если не будет письменного согласия работника, доказать работодатель не сможет, что он его отбирал. Слушайте, ну здесь только возникает вообще «но», да, то есть потому что вот мы проводим время, я скажу, нет, ну я вот сразу представляю, да, это торговые центры ведут в виде наблюдения, да, там вот розничные сети, наверняка торговые площади очень большие, и вот это вот по 8-12 часов под камерами. Ну это же естественно, что человек, наверное, физически устанет. Мне кажется, они привыкают к этому. Ну я просто так образно представила, что вот, то есть какие-то личные моменты тебе надо где-то найти укромное место, да, там, вот, и поэтому я думаю, что, ну да, наверное, все-таки, как я сказала, 21 век нас уже давно приучил, что мы, в принципе, все живем вот под этим видеонаблюдением. Хорошо, а вот тогда еще такой у меня вопрос к вам, Александр, скажите, пожалуйста. Ну в частном-то доме все понятно, но сам это, знаете, что интересное происходит? Дискуссия очень сильно пошла в интернете, и вообще даже самое, кстати, вот я хочу вас уточнить, тут я очень обнаружила такой интересный факт, прочитала, что в 23-м году продажи видеокамер, именно как оборудование, да, то есть поштучно выросла в 2,5 раза по отношению к 22-му году. Это действительно такой большой запрос общества на сегодняшний момент? Да, действительно, есть такая тенденция, да, камеры стали люди покупать больше, но это связано еще и с технологиями, что камеры немножко тоже не стоят на месте, ну разработка камер не стоит на месте, то есть появились Wi-Fi камеры, которые очень удобно устанавливать самим людям, то есть, да, и тенденция вот это увеличение продаж действительно в 23-м году выросла, да, смотрим многие источники, и также к нам вот что обращаются люди, да, это увеличилось. Плюс еще есть у нас такой федеральный закон, может меня поправите, конечно, что где у нас есть скопление, массовые скопления людей, там вообще это обязаны быть, а не под видеонаблюдением. Называется закон антитеррор, защищающий здания, сооружения. Но это мы говорим, когда видеонаблюдение общественных мест, да? То есть, соответственно, да, и тоже все это стекается вот в это все одно, как бы закупается не только гражданами, но закупается и государством, тоже транспортное движение у нас, дороги, все это. То есть, да, тенденция эта, да, действительно есть. Насколько я помню, у нас в Тверской области сейчас установлено несколько камер видеонаблюдения, где-то вот просто читала, вот даже вот все фиксирует видеокамера, пристегнут ли у тебя ремень. То есть не просто твою скорость фиксирует, а вообще тебя вот прям видно в машине, что ты делаешь и так далее. То есть, конечно, как и вначале говорили, с точки зрения любой, как бы, медали есть две стороны, да, то есть, конечно, видеонаблюдение, как мы все понимаем, оно уже давно плотно вошло в нашу жизнь, свои плюсы мы уже все получили. Действительно, и дорожно-транспортные происшествия оперативно можно с помощью видеокамер все это установить, быстро зафиксировать. Я очень, кстати, приятно удивлена и рада за то, что видеонаблюдение вообще вся система безопасности позволяет искать людей. Да, то есть, очень достаточно оперативно установить, где, куда, кто передвигался, там, ребенка быстро оперативно найти. Животных ищут, животных, да, личные вещи отслеживают. То есть, мы можем говорить много-много о плюсах, о видеонаблюдении, но все-таки у нас задача посмотреть, вот любое нововведение, да, вот наше общество всегда есть и другая сторона медали, вот всегда. И вот, когда я читаю в интернете массу примеров, когда люди делятся со своим жизненным опытом о том, что они просто-напросто, предположим, сосед, да, он ведет, ну, могу даже так выразиться, наглым образом, да, наблюдение за частной жизнью своего соседа. Я уж не говорю о том, что многие еще и умудряются распространять это видео. Вот здесь-то как человеку защитить свое право? Вот как он в данной ситуации должен себе вообще позиционировать, куда ему обращаться? Вот, Оксана, давайте, наверное, начнем вот это вот, разрабатывать этот алгоритм все-таки с вами, потому что, ну, все, что я прочитала на эту тему и собственный личный опыт, я всегда понимаю, что по всем непонятным вопросам сразу все идут куда? К адвокату. К юристу. Да, к адвокату и к юристу по данному вопросу. Вот давайте предположим, как я с самого начала сказала, в первом случае, наверное, вот этот вопрос, когда хотим установить видеокамеры, мы сейчас оставим вам, Александру. Мы оставим Александру, я тоже так думаю, это правильно. А вот давайте с вами тогда начнем, и все остальные, пожалуйста, прошу вас, гости, присоединитесь к выработке этого нашего общего алгоритма для зрителей, наших слушателей. Что делать человеку, который четко понимает и конкретно столкнулся с такой проблемой, что он стал просто жертвой вот такого слежения недоброс... Ну, как скажем, сосед вот так вот следит за его частной жизнью, да еще, не дай бог, это все распространяет третьим лицам. Ну, что касается установки камер соседом, который наблюдает больше, чем ему положено. В судебной практике сложился такой интересный критерий, что такому соседу может быть доступно только то, что находится в рамках видения обычного наблюдателя. Но я думаю, из самого смысла фраза понятно, что имеется в виду. То есть если у соседа напротив того, который устанавливал камеры, нет забора, то очевидно, что обычный наблюдатель увидит все, что происходит на территории земельного участка, находящегося по соседству. В то же время, если у этого соседа стоит забор, и сосед устанавливает камеры таким образом, чтобы попадал не только, ну, допустим, угол забора или еще что-то, но попадает территория, где постоянно передвигается сосед, либо еще хуже, многие устанавливают камеры, точнее пытаются их установить для того, чтобы было видно, что происходит внутри дома, что категорически запрещено. А как это вообще возможно? Технически, я думаю, что можно эту камеру направить на окошко, потому что обращались... Александр, как это возможно вообще с помощью камер, чтобы вот можно было наблюдать, что происходит вдоль? Нет, конечно, это возможно, да, при открытых дверях, да, но это запрещено, это запрещено, это уже вторжение в частную собственность вашего соседа. То есть, когда мы ставим камеры, да, мы этот сектор сразу отрубаем, мы это дело проговариваем с заказчиком, что камера будет смотреть вот так, вот так, потому что там уже не ваша частная собственность, не ваша юрисдикция, поэтому... А у меня тогда встречный вам вопрос, да? А регулируется как-то вообще высота, потому что хоть есть забор, хоть нет забора, эта камера расположена... У нас максимально допустимая высота, да, допустим, особенно между соседями, это 2 метра. Ну, большинство... Да, это для... Нет, 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 сейчас... Нет, я так понял, Александра имела в виду забор 2 метра. Да, вот высота забора 2 метра, а камера, если вот вы просто понаблюдаете, они намного выше, чем 2 метра, да, расположены. Соответственно, хоть там будет забор, хоть там не будет забор, а в любом случае... Я так понимаю, что в камере-то важно не место ее расположения, а именно угол обзора, это так? Ну, угол обзора, да. То есть она может быть расположена высоко, а угол обзора у нее, например, только территория, находящаяся в рамках забора. Человека, установившего камеру, это возможно технически? Технически, да. Технически это возможно, конечно. И вот тогда, когда камера не только расположена высоко, но у нее меняется угол обзора и попадает, например, на ваш участок, вот это уже неправильно. Но, опять же, я вам сразу могу сказать, Судебная практика здесь весьма разнообразная. Есть решение, как в пользу того соседа, который хочет защититься от такого некорректного вмешательства. Есть и иная практика. Суды, как я поняла, изучив достаточно большой пласты судебной практики, подходят индивидуально к этому вопросу. То есть, если это просто ваше мнение о том, что за вами наблюдают, то и это мнение ошибочное в рамках рассмотрения судебного дела не будет установлено, вам откажут удовлетворение исковых требований. О чем, кстати, эти исковые требования, сразу чтобы понимали. Можно просить суд демонтировать неверно установленные камеры, изменять варианты их установки. Ну и кроме того, если будет все-таки установлено, что в вашу личную жизнь осуществлялось некое вмешательство, то вы вправе просить компенсацию морального вреда. Но сразу скажу, что суммы невелики. Это 2-3 тысячи. Нет, ну знаете, вот здесь вопрос стоит даже не какой-то там компенсации морального или еще чего-то, а именно вопрос о том, чтобы в принципе была прекращена слежка. Это решается посредством демонтажа по судебному решению. Но опять же, здесь сталкивалось с чем в судебной практике? То есть многие суды, естественно, не берут на себя ответственность судей, не всегда специалисты во всех вопросах, да, проводят строительно-техническая экспертиза. То есть привлекается в рамках судебного процесса судебно-строительная экспертиза, выдается заключение, из которого уже понятно, как установлены камеры, верно или нет. Часто устанавливают даже не камеры, а муляжи. Ну да. И тогда эксперты уже определяют, какие камеры рабочие, какие нет, что является муляжом, какой угол захвата. Хорошо. Оксана, извините, перебью, чтобы вот чуть-чуть сразу внести. И тут вот, может быть, и Александр, и Валентина Николаевна подключатся к этому моменту. Хорошо. Вот давайте вырабатывать этот алгоритм. Человек попал в такую жизненную ситуацию. Он четко понимает, что ведется видеонаблюдение. Ну, потому что вот он живет, он видит эти камеры, да, там, ну, и, в общем-то, может даже и разговор с соседом состояться на эту тему. А как де юра он может это доказать? Вот как, если у нас есть закон права частной собственности? Я же не могу прийти к своему соседу и сказать, ну-ка, покажи-ка мне. Дай-ка там мне свой компьютер, флешку, я тебя поставлю, посмотрю угол обзора, да. Это его собственность видеокамеры, да. Это, как скажем, я не могу залезть ему ни на сервер, никуда, ни посмотреть. То есть, когда я к вам прихожу, предположим, вот как человек вот к юристу, да, и спрашивают, а как мне быть-то? Вот я точно знаю, да, вот этот факт. Он мной установлен, потому что там, ну, это видно там глазами, да, условно говоря, там, или какой-то другой повод есть для этого, быть в этом убежденным. И что в этой ситуации делать? Вот я, допустим, вот человек пришел к вам, Оксану, да, и скажу. Как вариант, можно обратиться в правоохранительные органы с заявлением, в котором вы излагаете все эти обстоятельства. Поскольку у правоохранительных органов есть обязанность провести проверку по вашему заявлению в установленной сроке, они это делают. И по результатам вы можете, либо этот сосед может быть привлечен к административной ответственности, например, если таковое будет установлено. Бывают случаи и привлечения к уголовной ответственности, но очевидно, что она более жесткая. И в рамках этой проверки вы можете получить ту информацию, которая в дальнейшем пригодится вам при обращении в суд. То есть вы уже обращаясь с исковым заявлением о демонтаже камер, имеете некую фактуру, в которой изложено, что да, сосед подтвердил, что у него эти камеры установлены. Но он утверждает, что он не распространяет эти сведения. Объяснения бывают разные у сторон. Конечно, конечно. Но это в любом случае основа для иска. Но в моей практике мы обращались и именуя правоохранительные органы, как раз посредством проведения экспертизы мы доказывали, что камеры установлены неправильно. Но вот экспертиза конкретно, приходит эксперт, он что стучится к соседу, говорит, ну-ка дай-ка, дружок, я у тебя тут все сейчас померю, посмотрю твои камеры или как? Ну, практически, возможно, это так и выглядит. Я не присутствовала в проведении экспертизы. Это моя частная собственность, могу вас пропускать. Он ответчик в судебной процессе, и есть такой же механизм, да, то есть если у нас отказался ответчик от проведения экспертизы, то суд может посчитать факт того, что они установлены неправильно, утвержденным в рамках материалов дела. А, ну, значит, получается, по алгоритму как? То есть человек обращается к вам как адвокат? Он считает, что его права нарушены, да? Да, он сразу идет к вам. Соответственно, он может ошибаться, он может быть правым, но он идет ко мне, и мы готовим с ним исковое заявление в зависимости от его пожеланий. Либо мы идем в правоохранительные органы, как мы начали, да, либо мы сразу выходим в суд. Но это зависит от обстоятельств. От обстоятельств, конечно, то есть они все строго индивидуальны. Какая ситуация? Ну и более того, я, естественно, объясняю, что практика-то может быть разная, не обязательно его права будут защищены. Встретил судебное решение, где вот под угол обзора попадал маленький кусочек территории земельного участка, забор, причем забор был установлен не по всему периметру, а только с трех его сторон. Но человек полагал, что сосед наблюдает за его земельным участком. Я сразу объяснила, что вот в этом случае нет смысла никакого идти за защитой прав. Не будет здесь нарушения и не будет демонтажа камер. Хорошо, я давайте вот, наверное, чуть-чуть вопрос еще Александру передрисую. Вот мне больше, наверное, даже техническая часть вопроса интересна. Скажите, пожалуйста, у нас время идет, да, 21 век, наверное, каждый год какие-то обновления, вообще новинки в этой системе выходят в виде наблюдения. Скажем так, камера 10 лет тому назад и сейчас, я понимаю, что это достаточно уже более усовершенственное оборудование. Да, совершенно верно. Какие вообще сейчас возможности? Потому что, вот знаете, большинство людей, ну вот там не у всех, конечно, ну вот в частности я так беру Тверскую область, участки достаточно всех небольшие, узкие, в среднем там 10 соток, да, там, и слышимость хорошая, просматриваемость хорошая. И вот люди, они вообще как-то должны учитывать. Вот мне просто всегда, вот я в самом начале сказала, каждый человек должен помнить, где права его заканчиваются, потому что наступают права другого человека. Вот с учетом того, что сейчас все камеры усовершенствованы, да, то есть каждым годом они усовершенствуются. Вот ваша как рекомендация, вот если к вам бы обратились, да, что вы в таких ситуациях говорите, когда вы оцениваете участок? Вот вы видите узкий участок, да? Ну да, соответственно, тут есть такое понятие, как угол обзора, и, соответственно, камеры, да, делаются с разными объективами, 4 мм, 6 мм, это, соответственно, у нас угол обзора уменьшается. Есть, да, широкоформатные, 2,8, это уже там 100, допустим, градусов по горизонтали, а 4 или 9, они там, соответственно, для просмотра коридора, ну или либо узкого участка, правильно вы говорите. То есть вот в таком плане, как бы мы тут смотрим, и наш уже сотрудник подбирает, какое должно стоять видеонаблюдение. Для просмотра, я говорю, опять же повторюсь, что мы сначала выслушиваем заказчика, да, заказчика, а потом уже, да, потом уже ему предлагаем. То есть и объясняем, естественно, что вот вы смотрите только свою частную собственность, либо вы договорились со своим соседом, потому что и такие случаи бывают, что, да, несколько частных домов, они делают одну систему видеонаблюдения. То есть, ну, к нам, нет, к нам, к нам письменные... Читала как раз и другой момент, что сначала договариваются, а потом начинают ссориться. К нам письменные вот эти доказательства не нужны, то есть мы объясняем, что да, человек может потом пойти обратиться в суд, в прохоронительные органы. Поэтому как бы тут с соседями это надо уже решать на таком, наверное, для начала. Ну, я считаю, что какая-то подписанная бумага никогда не будет лишней, я так понимаю. Нет, конечно. Потому что жизнь, она такая, сегодня мы можем дружить, завтра не дружить. Да, вот может добрый сосед помочь своему соседу, допустим, там строит дом у него, а он уже живет в своем доме, он может направить камеры, чтобы следить за этой стройкой, да, то есть обоюдно следить за этим процессом. Потом проходит какое-то время, он скажет, слушай, а у тебя такие мощные видеокамеры, а ты вообще не следишь за моей частной жизнью? Да, то есть, но ведь могут же такие. Человеческий фактор, да, никто же его не отменял. Вот как раз вот об этом и стоит такой вопрос. Оксана, значит, еще раз давайте вот вернемся к алгоритму. Если я правильно понимаю, человек, который столкнулся с какой-то вот такой проблемой, он в первую очередь обращается к вам, вы в индивидуальном порядке рассматриваете этот вопрос, да, то есть, что там, как, можно ли договориться. Рассказывай перспективы, которые мне известны. Которые известны, да. Потому что я вот, например, понимаю так, что только в судебном порядке может назначена быть экспертиза. А еще, кстати, вот я вот такое сталкиваюсь в интернете, много читаю, ну да, все, суды сейчас очень жестко занимают позицию, демонтаж постоянно происходит этих камер, потому что люди действительно устанавливают камеры, которые, как скажем, ну, не свойственны для их участка. То есть, 360 градусов, то есть, он крутится, смотрит это все, да, там просматривается, и тот сосед, и тот, и все вместе в обхвате определенном. Поэтому, да, демонтажи часто сейчас происходят. Вот 22-23 год показал, что практика, ну, чаще становится все-таки на сторону защиты частной собственности. Есть такой момент, да, то есть решение суда о демонтаже вынесено, оно было исполнено, к примеру, но потом уже есть риск того, что соседы вновь становятся эти камеры. Вы, наверное, к этому меня пытаетесь тоже подвести. Да, я и пытаюсь вас к этому подвести, потому что, ну, хорошо, суд прошел, демонтаж прошел. Кстати, еще один нюанс вспомнила при демонтаже. То есть, вынесено решение суда о демонтаже, суд, как правило, устанавливает определенный срок. Ну, в среднем это дней 10. Допустим, не исполняет у нас ответчик решения суда. Дальше у нас обратившийся в суд истец идет за исполнением принудительном порядке, то есть к судебным приставам. И еще я практикую в своих исковых заявлениях такую вещь, как судебная неустойка. Она предусмотрена как раз для случаев, когда существуют вот такие решения нематериальные. То есть решение суда не исполнено в 10-дневный срок, и далее по запросу истца суд устанавливает судебную неустойку в размере от 100 до 500 рублей за каждый день неисполнения судебного решения. То есть что мы получаем? От 3 до 5 тысяч рублей в месяц, в случае, если ответчик это решение не исполняет. Сумма несущественная, но если не исполнять решение в год, то она уже становится более ощутимой. Ну я думаю, что человек больше заинтересован, наверное, все-таки в демонтаже этой камеры. А скажите, пожалуйста, в судебном порядке, я так понимаю, Александр, наверное, что все-таки это носит рекомендательный характер, то, что вы рекомендуете. Да, конечно, естественно. А если, например, человек, ну, у нас же не все обращаются в компанию, не все обращаются за консультацией. Это совершенно напрасно. Ну, это да, потому что потом и происходят всякие вот эти недоразумения. Но, тем не менее, человек же вправе сейчас сам установить видеонаблюдение в свою часть? Конечно, у нас нет запрета на установление видеонаблюдения, да. Хорошо. А вот, Оксана, скажите, пожалуйста, вот в рамках экспертизы прошло, допустим, судебное дело, да, да, все, обязали провести эту экспертизу. Экспертиза показывает, она же наверняка показывает какие-то моменты, что данная камера стоит не по назначению, да, то есть для данного участка. Ведь она же может так сказать, что угол обзора... Но это не совсем так, она именно угол обзора оценивает. Но угол обзора, просто почему я спросила у Александра, да, то есть сейчас камеры настолько разные конфигурации, да, что он может сказать, а я не пользуюсь этой функцией. Но фактически она в камере есть. Если она есть технически, я думаю, эксперт это оценит, что такая вероятность есть, особенно если она там с каким-то, я не знаю, существует, или она с дистанционным управлением, то есть я могу угол обзора поменять? Конечно. Да, конечно. Дистанционно, правильно? Конечно, да. И поэтому, если такая функция есть, то при вынесении судебного решения и оценке этого экспертного заключения суд сделает правильный вывод о том, что фактически она есть, неважно, пользуется он или нет. То есть потому что, ну как мы всегда говорим, что у человека есть право защищать свое имущество, это тоже нормально, да. И вот давайте, наверное, вернемся к той ситуации, которую я обозначила в самом начале, да, то есть вопрос когда задавала. Хорошо, а вот какой алгоритм действия, что вы порекомендуете человеку, который вот задумался о том, что они сделают ли мне в виде наблюдения, вообще охрану своего частной собственности? Вот что такое, он еще пока просто размышляет на эту тему, там, да. Вот что такому человеку порекомендовать вот в рамках нашей передачи, чтобы он знал, что есть и другая сторона медали. То есть все очень замечательно, у тебя есть право охранять свое имущество, но твои права заканчиваются ровно там, где наступают права другого человека. Вот если человек еще не установил, что он должен, Александр, в первую очередь знать? В первую очередь обратиться в специализированные организации, которые занимаются установкой, чтобы ему разъяснили, что как должно устанавливать видеонаблюдение. Но опять же я говорю, мы как организация, мы можем только посоветовать, какие камеры поставить, как себя обезопасить, и, естественно, объяснить, что да, если вот взять, допустим, тот же многоэтажный дом, что если ты хочешь поставить на свою дверь, а в это же время будет сниматься дверь напротив, то это уже нарушение. То есть при открытии двери мы видим соседние апартаменты, все, это уже нарушение. Кстати, вот об этом, что самое интересное, да, частными домами все понятно, но какой-то фантастический спрос в многоквартирных домах. Мы сейчас с вами не говорим о домофоне, да, мы не говорим о наружном видеонаблюдении, там, за детской площадкой и так далее, чаще всего управляющая компания, и все с этим согласны, родители, да, но появился такой момент, что люди устанавливают, по-моему, везде уже эти камеры, да, ну, казалось бы, вот у тебя домофон, видеодомофон, тебе позвонили в дверь, ты прекрасно знаешь, кто к тебе идет в гости. Но человек почему-то еще хочет установить у себя в секции, да, то есть вот эту вот камеру, и, соответственно, другие соседи там, может быть, в этой секции две-три квартиры, да, и они не согласны с этим. Потому что вы же понимаете, что это достаточно узкое пространство, да, и я понимаю, что оборудование есть разное, безусловно, но зачем эти камеры должны быть и видеонаблюдение, и на доме, и еще вот эту камеру мы у себя в секции, в подъезде ставим. Я могу пояснить, ко мне совсем недавно обращалась такая доверительница с подобным запросом. Связано было с тем, что есть соседка, скажем так, несколько своеобразная, да, которая постоянно портит ей коврик около ее конкретно двери, вот этой обратившейся ко мне гражданке, портит звонок, и она вынуждена была обратиться, кстати, тоже специализированной организацией, она поставила камеру, которая фиксирует ровно то, что происходит рядом с ее дверью. И бабушку таким образом нашли, привлекли ее к некой ответственности. То есть вот с этой целью, как я понимаю? С этой целью, другой здесь нет, потому что, ну, коврик не так дорого стоит, с одной стороны, но когда его менять каждую неделю, это выходит весьма накладно. Причем непонятны были причины, по которым это бабушка так действует, но, насколько я знаю, бабушки назначили лечение. Нет, ну тут уже все понятно. То есть там было все понятно, но, по крайней мере, было установлено лицо, которое портит это имущество, да, что это не какие-то там сторонние люди, это вот своя собственная соседка. Александр, а еще скажите, пожалуйста, вот тоже таковичная дискуссия, я вот, например, в интернете не нашла. Вот в частном доме, когда мы все ставим виде наблюдения, да, у себя, коммерческие объекты, понятно, они обязаны вешать эти таблички синие, там, да, то есть ведется виде наблюдения, там, охрана безопасности, там и так далее. А вот гражданину, просто вот, частному лицу, если у него есть видеокамеры, да, они фиксируют, они видны человеку, они вообще, нужна вообще эта табличка? Да, конечно, нужна, это даже обязательно, то есть мы, когда монтируем частные, да, все юридические, да, объекты, обязательно мы такую табличку вешаем, чтобы даже приходящие ваши гости к вам знали, что здесь производится видеосъемка, что их записывают, то есть это не то, что для кого-то, для всех, да, это даже для вас должно быть, понятно, что ваши же гости понимают, что вы снимаете их. Да, третьи лица, которых мы никогда в жизни потом и не увидим, это ничего страшного, да, то есть, ну, опять же, все зависит уже от человека, архив находится у человека, которого мы поставили видеонаблюдение, как он им воспользуется, да, тут мы уже не можем предугадать, как, что он, куда он может это выложить. Это уже, да, это уже нарушение закона. Те, Николаевна, у меня к вам вопрос. Насколько я знаю, у нас есть такой, если не знаю, закон, да, то есть 137-й о неразглашении, да, то есть распространении третьим лицам информации, могу вот неправильно сейчас выразиться, это, вот смотрите, пожалуйста, правильно Александр сказал, человек ведет видеонаблюдение, да, казалось бы, с целью охраны своего имущества, но ответственной является тот человек, у которого является, ну, есть вот этот вот сервер, где все хранится, да, там, облаки, лик и так далее. Вот это является, она не имеет ценности, эта информация, пока, я так понимаю, она не вышла в свет. Вот как быть человеку, если не только ведется видеонаблюдение, но еще и распространяются данные. Ну, у нас ответственность административная, например, установлена как за нарушение при обработке персональных данных, в том числе и в сборе, например, если этот сбор персональных данных осуществляется не в тех целях, которые предусмотрены федеральным законом о персональных данных, так и установлена административная ответственность за разглашение этих данных, когда они без согласия субъекта персональных данных находят свое распространение, в том числе в сети интернет или другим третьим лицам были распространены. Соответственно, такая административная ответственность у нас установлена статьями Кодекса об административных правонарушениях, это статья 13.11 и 13.14, а также статья 137-го главного Кодекса Российской Федерации. Если уже у нас были разглашены сведения о семейной, частной жизни, в том числе в средствах массовой информации, возможно, без имеющихся оснований на том. Хорошо, значит, все-таки в многоквартирном доме, я так понимаю, есть такие случаи, когда надо действительно поставить эту камеру, то есть видеонаблюдение. Как я понимаю, мы уже в самом начале с вами говорили о том, что скрытые камеры запрещены, да, то есть вообще для воборотов частных средств. А скажите, пожалуйста, а вот видеонаблюдения, скажем так, в общественных местах, ну я, например, торговый, хоть это является и собственность, получается, коммерческая, да, торговый центр, а вообще видеонаблюдение в торговом центре, оно законно? Да, безопасность сооружений, зданий. То есть безопасность на первом месте? Даже при проектировании на данный момент, по-моему, с 2019 года, могу ошибаться, конечно, по-моему, принят этот закон, что скопление, массовое скопление людей, это антитеррористический закон, и он обязывает монтаж. Вот это правило третьего лица, да, что меня там смотрят? Нет, не работает, нет, не работает. Также школы, садики, авиаэропорты, ЖД-вокзалы, то есть это все должно быть, где массовое скопление людей должно быть установлено в видеонаблюдения. Хорошо. И давайте, наверное, вот в конце, да, то есть я хочу подвести некий итог, как в самом начале я сказала, давайте представим две жизненные ситуации, которые имеют место быть, это абсолютно много, масса таких примеров в интернете. Первая ситуация, когда человек стал жертвой незаконного слежения за его частной жизнью, и второй, предположим, человек, который задумался установить систему видеонаблюдения в своем частном доме. Вот какая, давайте подытожим, какой алгоритм действия в первом случае для человека, что он должен делать? Первое. А. Просто обратиться к адвокату. И вы уже с ним конкретно... Определимся с конкретным путем решения его вопроса. То есть это либо правоохранительные органы, потому что здесь же может быть установлен состав административного или уголовного деяния, и в этом случае лицо будет привлечено к ответственности. Но она, кстати, тоже в административном праве не слишком велика, это штрафы до 10 тысяч рублей. Уголовная ответственность, штрафы несколько выше, там до 200 он может доходить. Но практики привлечения к уголовным делам, не знаю, может быть, прокуратура подскажет. Немного, мне кажется, да, ее? Я думаю, что это единичный. Скорее всего, потому что очень тяжело установить именно уголовно наказуемое деяние. Административное, возможно, есть. То есть здесь мы определяемся, есть ли какая-то ответственность. Может быть, на этом этапе обратившийся ко мне доверитель, его устроит этот вариант, да, и он ограничится административной ответственностью. Если нет, но мы устанавливаем факт незаконного осуществления наблюдения за его территорией, то мы обращаемся с иском в суд о демонтаже этих камер. Ну и компенсации морального вреда и той судебной неустойки, о которой я говорила выше. Ну, потому что экспертизу можно назначить только суд. Я правильно понимаю? Да, я не думаю, что правоохранительным органам интересно будет на стадии проверки проводить экспертизу, и ни к чему. Это значительное средство. То есть если человек задался целью решить свою проблему, то я думаю, что он готов уложиться в экспертизу. Тем более в случае, если исковые требования будут удовлетворены, то судебные расходы взыскиваются в пользу такого истца. То есть это и расходы на проведение экспертизы, и расходы на представителя, ну и прочие судебные издержки, если таковые будут. Хорошо. Александр, я так понимаю, человек, который задумался установить видеонаблюдение, все-таки обратиться лучше к специалистам, которые в будущем, наверное, вот так вот помогут предупредить. Да, конечно, бесспорно. Да, предупредить, подобрать правильно камеры, потому что вот этот угол, я так понимаю, что мощность, угол наблюдения, он, наверное, самый главный играет роль. Да, технические характеристики. Технические характеристики лучше все-таки отдать специалистам, которые понимают в этих вопросах и могут четко регламентировать. И, Валентина Николаевна, я так понимаю, что человек должен помнить о своих законах, что его права заканчиваются там, где права наступают. Совершенно верно. То есть любой законопослушный человек, дабы оградить себя от возможных претензий своих и соседей, и пришедших к нему в квартиру, в дом, где установлено видеонаблюдение лиц, он, соответственно, либо обложится литературой и почитает, как это, что это можно, либо обратится в специализированную организацию, получит эти разъяснения и будет действовать в соответствии с ними, дабы к нему не было никаких претензий и не встречаться с своими соседями, друзьями и так далее. В суде. В суде, да. Хорошо. Спасибо вам, уважаемые гости. Я думаю, что у нас очень получилась интересная дискуссия, вообще беседа. А главное, чтобы это было полезно нашим зрителям и слушателям. Я думаю, что мы, надеюсь, по крайней мере, что мы раскрыли эту тему по мере возможности. И у нас сегодня в гостях была Титова Валентина Николаевна, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прав и свобод граждан прокуратуры Тверской области, советник юстиции. Спасибо вам. Спасибо. Александр Фомиченко, директор компании по установке видеонаблюдения системы безопасности. И, конечно же, наш адвокат Оксана Дмитриевна. Спасибо вам огромное за участие в этой передаче. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова